Глава девятая Послание к евреям Имевшая золотую кадильницу И обложенный со всех сторон золотом ковчег завета Где были золотой сосуд с манною Жезл ааронов расцветший и скрижали завета А над ним херувимы славы Осеняющие очистилище О чем не нужно теперь говорить подробно При таком устройстве в первую скинию Всегда входят священники совершать богослужения А во вторую Однажды в год один только первосвященник Не без крови, который приносит за себя И за грехи неведения народа Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт Путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния Она есть образ настоящего времени В которой приносятся дары и жертвы Немогущие сделать в совести совершенным Приносящего И которые с яствами и питьями И различными омовениями и обрядами Относящимися до плоти Установлены были только до времени исправления Но Христос, первосвященник будущих благ Пришед с большую и совершеннейшую скинию Нерукотворенную, то есть не такого устроения И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление Ибо если кровь тельцов и козлов И пепел телицы через окропления освящает оскверненных Дабы чисто было тело То кольми паче, кровь Христа Который духом святым принес Себя непорочному Богу Очистит совесть нашу от мертвых дел Для служения Богу живому и истинному И потому Он есть ходатай Нового Завета Дабы вследствие смерти Его бывшей для искупления От преступлений, сделанных в Первом Завете Призванные к вечному наследию Получили обетованные Ибо где завещание, там необходимо Чтобы последовала смерть завещателя Потому что завещание действительно после умерших Оно не имеет силы, когда завещатель жив Почему и первый завет был утвержден не без крови Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону Пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов С водою и шерстью червленою и иссопом И окропил как самую книгу, так и весь народ Говоря, это кровь совета, который заповедал вам Бог Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные Да и все почти по закону очищается кровью И без пролития крови не бывает прощения Итак, образы небесного должны были очищаться сими Самою же небесное лучшими сих жертвами Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище По образу истинного устроенное, но в самое небо Чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие И не для того, чтобы многократно приносить себя Как первосвященник входит во святилище каждогодно С чужою кровью Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения Греха жертвою своею И как человеком положено однажды умереть, а потом Суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву Чтобы подъять грехи многих Во второй раз явится не для очищения греха А для ожидающих его воспасения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok